Всем привет! Начался сезон заготовок и сегодня я предлагаю приготовить вместе с вами абрикосовое варенье. Очень вкусный и простой рецепт. Получится абсолютно у всех. Для приготовления варенья берутся плотные плоды без подгнивших фруктов. Мягкие абрикосы не подойдут. Итак, абрикосы разделяем напополам и убираем косточку. Затем подготавливаю раствор из воды и соды. На 1 литр воды кладу 1 чайную ложечку соды и заливаю этой водой все фрукты. Оставляю на 20 минут. Затем хорошо промываю, обсушиваю и подготавливаю кастрюлю. На донышко кастрюлю наливаю небольшое количество воды. Это нужно, чтобы ничего не подгорело. И затем выкладываем слоями абрикосы и сахар. Сахар я беру с расчетом один к одному. На 2 килограмма абрикосов 2 килограмма сахара. Перед тем, как засыпать абрикосы сахаром, их нужно взвесить без косточек, чтобы знать точное количество. Абрикосы с сахаром отставляем на 4-5 часов, чтобы они хорошо пустили сок. Вот у меня образовалось достаточное количество сока. Не стоит их теребить лишний раз лопатками. Желательно поворачивать кастрюлю вот таким образом. И теперь ставим кастрюлю на средний огонь, доводим до закипания, уменьшаем огонь и провариваем в течение 5 минут. Время от времени убираем образовавшуюся пенку. Затем даем абрикосам полностью остыть. У меня на это уходит обычно 5-6 часов. Также можно оставить остывать абрикосы на ночь. И затем проделываем опять ту же самую процедуру уже во второй раз. Ставим абрикосы на средний огонь, доводим до закипания, уменьшаем огонь и провариваем в течение 5 минут. Убираем пенку и опять даем абрикосам полностью остыть. По истечению данного времени подготавливаем банки, стерилизуем их любым удобным для вас способом. Я это делаю в духовке. Наливаю немного в баночки воды и ставлю в разогретую до 130 градусов духовку на 15-20 минут. А крышки я просто кипячу в течение 5 минут. И пока банки с крышками у нас кипятятся, мы провариваем варенье уже в последний раз, в третий раз. У меня на это уходит примерно 7-10 минут. Также продолжаем убирать пенку, если она еще осталась. Как проверить, готов ли наш сироп? Для этого берем тарелочку, капаем на нее немного сиропа и проводим пальцем. Если остается незатекающая полоса, значит сироп готов. И наше варенье готово. Можно убирать его с огня. Посмотрите, вот уже ничего не стекается, остается четкая полоса, значит все готово. Готовое варенье переливаем по стерилизованным баночкам, закатываем плотно крышками, переворачиваем и укутываем. Оставляем до остывания. Храним в прохладном темном месте. Абрикосовое варенье, приготовленное по этому рецепту, получается отличной консистенции, не жидкое и не слишком густое. То, что нужно. Хранится прекрасно, получается очень вкусное, ароматное. Половинки абрикос не все сохранили свою форму, но так и должно быть. Варенье не должно быть слишком жидким. Посмотрите, как оно смотрится в еще горячем виде. И сейчас я вам покажу, как оно смотрится уже остывшим. Оно еще становится более густым. Обратите внимание, это отличный рецепт на зимние вечера, к чаю, на десерт. Размешать с творожком, получается очень-очень вкусно. Всем желаю отличных заготовок. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока!